В три раза увеличили финансирование по предоставлению жилищных сертификатов. 150 миллионов направили из республиканского бюджета в Уральск для оплаты первоначального взноса по ипотеке. Кто сможет претендовать на эти деньги и каковы условия их получения, выясняла наша съемочная группа. Жилищные сертификаты могут получить семьи, воспитывающие особенных детей, многодетные и неполные. Как раз к последней категории относится ячейка общества Бибигуль-Канашевы. Год назад она подала соответствующие документы в отдел ЖКХ и ей возместили 50% от первоначального взноса. Это помогло женщине стать обладателем однушки в пятом микрорайоне. Ее семья всерьез ощутила поддержку государства. В очереди на жилье я с 2011 года. Потом стала участницей программы БАКОТ ТАОТБАСА. На жилье в ипотеку я могла получить 10 миллионов тенген, но нужно было иметь на счету десятую часть этих средств для первоначального взноса. У меня было только 500 тысяч, то есть половина. Другую половину возместило государство. Мне позвонили жилстрой Сбербанка и предложили поучаствовать в выдаче жилищных сертификатов. Я принесла документы и в течение нескольких дней мне перечислили необходимую сумму для взноса. Для меня это существенная поддержка государства. Бибигуль-Канашева оказалась в прошлом году в числе 25 человек, которым посчастливилось получить жилищный сертификат. В этом году участников программы станет больше уверены в отделе ЖКХ, ведь сумма финансирования возросла аж в три раза. Выделили 150 миллионов тенге против прошлогодних 50. Заявки от желающих начнут принимать с 27 августа. Жилищный сертификат выдаётся до миллиона тенге. В общем, в очереди в городе Уральск состоят более 21 тысяч человек. По трем категориям на сегодняшний день неполная семья, многодетная семья и семьями еще 18 тысяч детей-инвалидов состоят более 6 тысяч человек. Эти категории могут участвовать по жилищным сертификатам, которые состоящие в очереди. Также на получение жилищного сертификата могут претендовать специалисты некоторых важных сфер – здравоохранение, ветеринария, АПК, культура, спорт, образование и правоохранительные органы. Стоит отметить, что при подаче заявки участникам необходимо иметь письмо от банка второго уровня на одобрение ипотечного займа. Алексей Кочемасов, Талгат Мурадбаев, Алтенбек Кабделов, телеканал Акжаик. Субтитры создавал DimaTorzok